С самого утра на территории морского порта начала собираться большая веселая компания. Люди с ограниченными возможностями со всего Большого Сочи собрались на морскую прогулку. Путешествие стало возможным благодаря помощи спонсоров. У нас наши инвалиды не всегда могут куда-то поехать, куда-то пойти, но ввиду, может быть, каких-то материальных затруднений, физических затруднений. А здесь действительно огромное спасибо, что нам разрешили прокатить наших инвалидов. Многие признаются, в море они выходили уже давно, оттого радовались еще перед посадкой на корабль. Последние шаги по пирсу, подъем по трапу и вот уже вся компания готова отчалить. На связи, Радуга. Добро вам, на выход. Принял, сейчас 840-й станет, тогда я выйду, потому что я вам помешаю. Конечно, да. Большое спасибо. Еще несколько минут и корабль бороздит морские просторы вокруг пейзажа Олимпийской столицы. Несмотря на трудности, которые испытывают все эти люди, их оптимизму можно позавидовать. А такие прогулки дают им силы бороться с болезнями. Пришло много инвалидов. Все они счастливы от того, что побудут на морской прогулке, подышат морским воздухом и пообщаются. Общение для них – это самое главное. Общественные организации Сочи уже подготовили множество праздничных мероприятий к Международному дню инвалидов, который пройдет 2 декабря. Морская прогулка – это первая ласточка. Здесь каждый, несмотря на диагнозы, может почувствовать себя бравым капитаном. Яркое солнце и спокойное море. Погоды лучше для морских прогулок просто не бывает. В Олимпийской столице активно развивается программа по созданию безбарьерной среды. А самое главное, что остались люди, которые по мере своих возможностей хотят сделать жизнь инвалидов чуточку, но ярче. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.